ну привет хлопцы вот эта цена блин пусть помнят какую цену хлопцы заплатили никогда это нельзя забывать никогда это такое предательство забыть эту их не подвиги такие свои жизни молодые подавали это уже сколько их 4 или 5 идем ли пошли к игорьку от игорек наш таленан родной старший брат лены лены моей жены старший родной брат погиб у меня в карадахе царство тебе небесное карадах тоже 1 руб 4 боб 1 руб 4 боб кто это лена данилов по фамилиям не знаю какого года рождение это же мой батальон 4 батальон вот так приезжаешь еще и встречаю что каждый раз знакомых своих я очень хорошо понимаю что я мог вот тут лежать с ними очень хорошо это понимаю хорошая жизнь была спокойная размеренная торговал фруктами различными продуктами питания коммерцией занимался семьей занимался спортом занимался бокс любил всю жизнь но началась война началась война пошла на нас на вала мы пошли военкомат с братом нас тому очередя были записали наши только данные не взяли сказали мы вам позвоним никто не звонил в них не повестки не приходили ничего у меня он племянник мой боевой тоже пример мне давал как он воюет это мой племяшка родной серёга боевик спецназ который отправил дядю на войну да он моя грится правая и левая нога правая и левая рука моя голова вторая мы с ним 24 на 7 вместе он меня не бросает не хотели не хотят потому что он куда отправляю вот поэтому как бы желание не было отправить он сильно захотел на был такой момент я могу говорю если ты уже ну именно понял что ты готов вот именно чувствуешь что ты очуючку послушать если ты это чувствуешь то да ты пойдешь а мы собрались говорит да я хочу я очень рад что попал именно в национальную гвардию бригаду городах в разведку горжусь этим без безгранична а городах с кровью доказал что он сильная бригада и достойная есть такая у нас в украине художница швиц софия очень талантливая девочка очень талантливая и она с моих слов написала сделала мне вот такой подарок нарисовала эту картину но у людей вызывает немножко мрачные ощущения но так как для меня это было приятно момент это все-таки был радостный момент я вас не так радовался что они меня уносят она мне все время напоминает что меня уносит с ужаса с ада я просто это от конечно есть тут изображен но у меня с него выносит так что в принципе это приятный момент хороший это ореховское направление вербовая работина я вот был на позиции она прямо под укреп районом зубы дракона и вот прямо вот под зубами дракона самая ближняя позиция была моя это был их не блиндаж сделаны ими наши штурмовики во время большого контур наступления его отбили и мы его уже удерживали нас гвардия удерживала его позиция называлась нью-йорк 400 метров от вербовая всего лишь 400 метров туда было очень тяжело заходить выходить огромное количество дронов тяжелого вооружения против нас различные сезон минометы мощные все 120 танки очень тяжелое направление мне хлопцы скинули нашли в сети видео с вражеского дрона как раз мою позицию этот день как мою группу всю покрошила вот так дрон сбрасывает газ он крайне удушливый этот газ очень густой начинается паника как видели кто-то убежал хлопцы начинают вылазить потому что тоже опять же таки мы видим они без противогазов они все без противогазов нас не обеспечили им теми противогазами к сожалению это уже за мной летит птичка вот мой блиндаж называется позиция нью-йорк вот чтоб люди понимали что это за позиция это просто дырка в поле небольшой окопчик узенький очень сейчас закинули газ мы начинаем сильно задыхаться не получилось нам выдержать начинаем выходить паника вот сейчас не отрывает ногу я даже не понял сразу что мне и оторвал я понял что был взрыв вот когда пара зашел провал и это за мной следующий сразу же в догоночку нам кинули в ух мне и мне удалось заверить зак зак закатиться туда кувырками то паши не да это паш это донбасс олег паши хорошо досталось это уже несколько уже наверно да это все еще он и могут он встал от пол сюда сейчас я пытаюсь себе наложить турникет и выдерживаю это атаку газа да но очень немножко повезло что он не так близко его кинул не прямо во вход на метра полтора-два от входа и он большая часть вышла наверх конечно с картинка получилась такая что мы все 200 двоих убила сразу моих разведчиков донбасс и алабай которые были со мной их убила сразу меня и меня тяжело ранило и со мной был еще паша голиков ему тоже тяжело ранено этот а пятый человек остался целый он с блиндажа не вышел его не покрошила он потом ушел и оставил нас мы стали он доложил что мы 200 и командование вон вышел на позиции забрал средства связи оставил нас тяжело раненых умирать он был уверен что мы умрем привет как дела пашка люди спрашивают каким чудом мы выжили как это произошло откуда силы мы взяли это пройти эту боль боль и столько вытерпеть и ужасы я никогда не думал что под землей в запорожье так буду выживать под землей это такое гадкая противная куча мусора эти гранаты автоматы такой весь грязный это на газ замотал ешь себе наложил эти палки доски перемотался и я начинаю что-то мне приходят такие мысли в голову что мы умерли что на самом деле чувство что мы не живы ваш да ну расскажи как помнишь глючила шума в аду меня начинает означать почему солнце не входит как такое может быть что солнце не сходит паши говорю паша мыши умерли начали пашет ты заметил что солнце не сходит этот берет поддакивает меня вот это когда заметил где солнце не сходит я не хотел тебя пугать где уже два дня где-то солнце не сходит так это правда но не всходит а чего ж не всходит солнце мы в аду с тобой паша мы умерли мы умерли и это наш ад он грида это наша теперь ты понял я теперь ты да понял это что мы в аду нас давно уже нету я понимаю что это такой уж теперь вот это мое наказание вот так сидеть со своими мертвыми пацанами с этими мышами в этой могле мраке и просто ждать вот это чувство и вот это же я думаю вот неужели я в чистилище попал наступает утро наступает утро всходит солнце начинает опять капать водичка мы попили воды мы поняли что это были жуткие галлюцинации теперь друг за другом надо смотреть ты помнишь какая она вкусно это вода была это произошло чудо находимся в блиндаже в малюсеньком ни капли воды в нем нету по нам работает тяжелая артиллерия падает миномет и работает танк и в один в один из прилетов от этого танка мы уже умирали так уже галлюцинации начинались это обезвоживание разошлись в такой хороший прилетик расходится бревнышки над нами чуток и такие же корешки на этих бревнах начинают с одного корешка вот так капать водичка это получился вот такой родничок у нас это вот божья воля я по-другому не могу объяснить это это вот надо осознавать и сидишь вот так вот тяжело раненый тебе некуда деться он очень маленький этот блиндаж очень маленький и у тебя капает вода которая тебе жизненно необходима и в каждой баночке и мы по чуть-чуть вот так сливали у нас всегда в блиндаже в этом была одинаковая температура небольшой плюс всегда был на улице небольшой минус этот конденсат через эту землю скопал за такое чудо нас спасло земля украинская вода казаков своих защитила в плен в плен бы мы не сдались на нашем направлении наших пленных убивали очень жестоко мы это знали я видел эти видео с дронов наших как наших пленных расстреливают до утра мучают а утром раздетыми на колени поставили и казнят в голову затылок стреляет мы знали что мы в плен не сдадимся никак только мы слышали как начинали над окопом свистеть пули вот так полностью мы не могли все я вылазил стрелял с автомата с пулемета просто воздух орал с перепугу и кидал гранаты во все стороны куда только мог слава богу был ящик стоял гранат прямо возле входа f1 всякие болгарки американки огромный ящик вот этот калашей заряженными сразу магазинами 545 то есть только бери меня и шмаляй я вот так лежа на своих покойных пацанах мертвых ими одним прикрывался с другого отстреливался так вот так вот и прожили я сам ну думал что мы сейчас погибнем и в паше сильно сомневался потому что он весь был ну весь у него не было ни одного части тела куда бы не попали осколки обе ноги обе руки спина грудь шея голова все пах мы так еще десять с половиной суток почти одиннадцатый суток мы выживали да даже сколько у тебя родения ничего не пробило нелегкое не сердце это же какое чудо человеку 54 года на этот момент килограмм сто десять веса и весь такой из ранен я конечно за него выходил были хватило аптечек я посрезался с пацанов спокойных аптечки и там лежали еще запасные мы были у каждого что же было по две по три аптечки на себе слава богу хватило нам было много турникетов мне только пришлось 7 турникетов наложить каждый раз доставлять высшие турникеты поднимать поднимать потому что кожа чернела уже с другой стороны турникеты пришлось так сидел с собой торговался сел перекурил понимаю что надо сейчас это сделать поднять еще один турникетик отступить и я понимаю что именно каждый раз таки будут ногу обрезать дошло до выше колена уже наложил турникет прошло еще пару дней она опять стала еще дальше чернить нога уже получилось вот так высоко положил турникет на том силы мои закончились дальше уже наступила немножко отчаяния думал что за нами уже никто не придет уже прошло больше десяти суток они были уверены что мы 200 мы остались без связи они они видели 200 их рядом с блиндажом наших я перед этим еще успевал выйти на связь говорил что я тяжело раненые что со мной 200 и 300 и сейчас потом оборвалась и рация села моя и пацаны стали планировать штурм как возвращать эту позицию позиция была очень важно они готовились вашей штурмой да я не пришли на штурмовать они пришли штурмовать меня пришел мой 4 батальон пацаны с моего батальона пришли меня штурмовать и чудом нас не закидали гранатами и чудом я в них не не начал шмалять они пришли и думали что там сидят русские кричат подкрали сам я уже был крайне тяжелом состоянии уже решил утром застрелиться вообще муж и понимал что у меня начнется заражение крови с пашкой попрощались чуть водички набрал ему оставил рядом с нему не мог вставать оставил тушеночку рядом с ним открытую и сказал что я сейчас отдохну мы когда или чтобы я рядом с ним не умер от заражения крови ты можешь маленькая койка я не хотел рядом так и выль и выползу застрелюсь наверху дрон какой-то будет все-таки наш пролетать они меня опознают могу поймут что все-таки здесь еще кто-то есть вы не за тобой придут лег и отдохнуть и где-то часов в десять вечера паша меня вот так толкают где-то еврей там а ласа за шторка но у нашей святой маскировка была вешать завешивали вход так и всякими одеялами спальниками чтоб свет не паха не выходил но кто там что за голоса не понял счету я не подумал что наши потому что мира по-русски разговариваем и они по-русски разговаривать они с одессы из четверых из штурмовиков три одесситы я одессит паша с херсоном и все русскоязычные они кричат на русском есть кто живой мы думаем но враги на рим есть два трехсот игру тяжелые мы готовы откуда они кричат сдавайтесь власти мы с паша были уже отчаянно настроены мы до этого резнали что мы в плен никак не сдаемся чтобы нас пройти мы должны здесь погибнуть мы не сдадимся мы отвечаем сами вы слава украине крич и все вот так вот за руки держимся с ним не ждем что мы сейчас погибнем все это под последние слова кто вы такие оттуда голос братья заплачу это такой радостный был момент он было вначале очень страшно там такое счастье испытал кто вы такие и рука родах 15 бригады оттуда ответ мы кородах кто вы такие я вот как 4 батальон игру взвод розвитки позывной еврей вы мне нам же он говорит катку как вы здесь носку сколько вы здесь находите а мы потерялись во времени это все еще через шторку он так и не заходит еще он он шоке пацан не верит это штурмовик не веришь он разговаривает со своими же да он для него это новость резко раз такая но мы объясняем я начал позывные называть своих там на кого выйти игру срочно выходи по связи этим ну и матом и рудежь в пухе сколько вы времени были уже застрелиться хотел на утро выше эвакуировали меня пашу забрали олега долобая оставили донбасса забрали еще соседних позиций позабирали пацанов ну и группа эвакуации тоже попала под обстрел пацану оторвало руку молодому тоже на этом наша эвакуация закончилась и мы в оттуда выбрались это ты герой пашка ты герой настоящий ты настоящий герой но для обоцежу и с таким не погибнешь не зря бог дал мне такое испытание его прошел раз я его прошел значит есть как на меня задачи еще их надо выполнять знаю теперь что бога надо первую очередь не просить и благодарить и бог помогает сильным и смелым не надо отчаяния не надо отчаяния так сейчас я когда подъезжаю вот так на коляске люди все думают как он сейчас поедет я уже обезьян опытный это называется любимая нога вот такое оборудование шведская работает очень просто вперед давим тормоз на себя давится педаль газа устанавливается за пару часов оборудование и на любой авто вы на любое главное что был автомат и все очень удобно то есть двойной ампутацией можно полноценную жизнь вести ребенка в школу отвезти на работу поехать то в такси работали но раньше я был больше эгоист конечно все в свое удовольствие теперь хочу много хочу попутешествовать хочу построить ветеранский центр рабочий такой реальный где не просто людей будут собирать и пиарится на них а где ветераны будут приезжать отдыхать наслаждаться жизнь восстанавливаться куда им будет хотеться попасть как на отдых вот такое место хочу сделать но нам в это территория кооперативная нам его выделили как под ветеранов выделили вот этот участок сказали стройтесь развивайтесь правы делайте что вы хотите мы хотим здесь сделать такой реабилитационный центр ветеранский хотим добиться того чтобы люди с ограниченными к лицу возможности не чувствовались что у них есть ограниченные возможности чтобы они даже это не замечали любыми ранениями тяжелыми для человека себя здесь найдет наша организация это сто процентов он может и психологом быть но все найдем так замесли хоп ровно выруливай выруливай если видят что на нас нельзя коррупционные схемы свои прокрутить никто с нами реально не связывается выходит да то все как обстоит дело что-то с финансиром как понимают что финансирование нет его надо сделать и здесь ничего не украдешь ни одной копейки у нас не пропадет они это начинают понимать все они уже не с нами никого не новые прогреби войну прошли и тут справитесь обидно становится очень обидно пока таких желающих не нашлось а кто бы нас профинансировал по факту это мои первые шаги грубо говоря 4 тренировка как я хожу из протезы но работает да если долго мучиться обязательно все на характере ну побоксируем там на мешке мечта баласк все время только стать и ходить уже третий год скоро войны уже добровольцы закончились к сожалению ну как то вот мы же чудом выжили должны были погибнуть я вот думаю что такое чудо ждет украину что как бы нам тяжело не было мы это все поборем вот очень будет тяжело может еще будет тяжелее и все равно мы это пройдем переживем я мило вам узнаю по походочке он носит протезики всегда